В эфире телеканала Видное ТВ о новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В День семьи, любви и верности Бодровы из поселка Развилка отпраздновали 70-летие со дня свадьбы. От президента Российской Федерации медаль за любовь и верность. В ариме рабочей поездки предприниматели Южной промзоны поделились своими проблемами с главой муниципалитета Дмитрием Абареновым. В Южную промзону из города Видного не ходит ни один вид транспорта общественного. В Центральной библиотеке провели мастер-класс по созданию символа самого семейного праздника. Всегда этот праздник ассоциируется с любовью, с ромашками, конечно, с улыбками, ну и с летом. 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Наша съемочная группа отправилась в гости к семье Бодровых, которые прожили вместе целых 70 лет. Поздравили юбиляров и первые лица муниципалитета. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В День семьи, любви и верности глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов и председатель Совета депутатов Станислав Радченко поздравили семью Бодровых из поселка Развилка. Михаил Егорович и Антонина Степановна состоят в браке уже 70 лет. От президента Российской Федерации медаль за любовь и верность. Спасибо. Прямо специально для вас. Спасибо. И грамма-то такая. Ага, спасибо. Вам на память. Ага, спасибо. Познакомились будущие муж и жена на танцах в городе Олексин Тульской области. Полгода молодой человек ухаживал за девушкой, после чего сделал предложение. С тех пор они вместе. Вот пожили трое детей в руках, двое детей. Одна дочь умерла, а двое сын и дочь. Сейчас помогает мне нам, старикам. Переехав сначала в Видное, а позже в Развилку, семейная пара стала работать на московском коксогазовом заводе. Михаил Егорович за свои заслуги имеет звание ветерана труда. Секрет столь долгой совместной жизни, по словам юбиляров, заключается во взаимной поддержке и внимании друг к другу. Чтобы он всегда у меня был голодный? Никогда. Никогда. Все. И вот что-нибудь приготовлю, такое вкусненькое все. Вот бери, ешь, сама выйду на работу. Все готовлю, все у меня будет. И всегда уважали друг друга. Уважали. Он меня уважал, я его уважала. С высоты прожитых лет супруги могут дать совет молодому поколению семейных пар. Самое главное в любой ситуации – уметь договариваться между собой. «Разводиться не надо сразу. Вот я уйду, это уйдет. Не надо. Надо как-то искать такой повод, что опять вместе взять. И опять, чтобы по-хорошему все было, а не то, что других тряси вот так. Он никогда мне пальцем не тронул. Никогда. И я его никогда не обзову, ничего не скажу. Ничего». Наш телеканал присоединяется к поздравлениям и желает юбилярам семейной жизни крепкого здоровья. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Оборенов продолжает рабочие поездки по проблемным территориям. В этот раз он посетил южную промышленную зону города Видное. Здесь расположены крупные предприятия, которые играют важную роль в экономике округа. И хотя все они показывают прекрасные финансовые показатели, нерешенных вопросов у них хватает. Чтобы наглядно показать проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, представители руководства муниципалитета пригласили в южную промзону. Дмитрия Оборенова в этой поездке сопровождали заместители и руководители профильных отделов и служб администрации округа. Главная проблема практически всех предприятий этой территории – подъездные пути. Для их обустройства необходимы совместные усилия. И вот тут и возникает разлад. Каждый живет сегодняшним днем. И тем более здесь эти хозяева, о которых я говорю, 90% – это арендаторы. Им ничего не надо. А собственник говорит, ну что, у меня арендатор есть, зачем мне заниматься этими проблемами. Также одной из проблем является транспортная доступность. На предприятиях, расположенных в южной промзоне, трудится более трех тысяч человек. В южную промзону из города Видного не ходит ни один вид транспорта общественного. Поэтому, когда идет разговор о том, кто у вас на предприятии работает, я честно скажу, у нас 30% работают людей из других городов. Они приезжают сюда вахтовым методом. Еще одна проблема – уборка дорог зимой. Только с завода «Албис» ежедневно выезжают 90 грузовиков. Таким образом, для предпринимателей чистые дороги – весьма важный вопрос. Нам приходится содержать на сегодняшний день собственный автобусный парк, нам приходится содержать свой собственный парк уборочных машин, потому что кроме нас здесь никто ничего не делает. Конечно, большинство проблем, озвученных на встрече, невозможно решить одномоментно. И хотя на это уходит довольно много времени, предприниматели чувствуют поддержку. Вот дорога, вот эта вот, Каширское шоссе Дыдылдина, она сделана. И, насколько я знаю, люди до сих пор благодарят за то, что эта работа была выполнена. Большинство проблем можно преодолеть только совместными усилиями администрации муниципалитета и руководством предприятий. Участники встречи выразили уверенность, что всем вопросам, которые были озвучены в ходе поездки, будет найдено решение. Телеканал «Видное ТВ» продолжает рассказывать о наиболее интересных и полезных проектах, выдвинутых на соискание губернаторской премии «Мы рядом ради перемен». Красоты без труда не бывает. В этом уверена семейная пара из микрорайона «Солнечный», которая создала у своего дома настоящий райский сад. Все началось 19 лет назад, когда Анатолий Яковлевич и Надежда Ивановна довгие въехали в новую квартиру в микрорайоне «Солнечный». Когда навели красоту в семейном гнездышке, решили взяться и за придомовую территорию, устроить цветник около подъезда. С этого места начали освоение. Понадобил солом, которого не было, где-то взаймы брал. К весне, уже 2004 года, потом 2003, пошел на освоение. Просто-напросто. И начали высаживать. Сами выращивали на балконе рассаду. На свои деньги покупали все необходимое и работали, не покладая рук. Они с мужем просто на пустыре, на том, что осталось от стройки, остались кирпичи и разный мусор. И вот они сделали здесь такой вот рай. Большое ей спасибо. Вот выдвигается этот проект. Я думаю, что это очень хорошая иллюстрация того, как должны жить жители. Цветник – их вторая молодость, можно сказать. И они все вкладывают душу и сердце в этот цветник. В цветнике есть как однолетние, так и многолетние растения. Только одних тюльпанов здесь более 500. Клумбы продуманы так, что растения цветут с ранней весны и до поздней осени. Мы специально не делаем такие что-то красивое, геометрические, все. А как будто это природа создала. Вот так красивее нам кажется. Со временем цветников у дома стало больше, а глава семейства занялся высадкой дубов. Поскольку сын и два внука, мы решили для каждого внука, чтобы потом он приходил и говорил, вот это в честь меня посажено дерево. Какие деревья? Дубы. Вот эти дубы мы посадили. Это только часть. Ежегодно расход на приобретение посадочного материала превышает 30-40 тысяч, что для пенсионеров немаленькие деньги. К тому же, жалуются Надежда Ивановна, цветы время от времени крадут. На их место приходится сажать новые. Таблички и установленная уличная камера ситуацию, увы, не улучшили. На следующий год говорю, ну все, не буду. Вот. Приходит весна, выходим, видишь, никто не касается. Снова берешься, снова делаешь. В случае победы в конкурсе на соискание губернаторской премии «Мы рядом ради перемен» вознаграждение семейная пара планирует потратить на новые растения и инвентарь. Ведь красоты слишком много не бывает. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Уже не первый год в России на официальном уровне 8 июля проходит День семьи, любви и верности, символом которого является ромашка. Сотрудники Центральной библиотеки провели мастер-класс по изготовлению этого цветка из бумаги и рассказали участникам об истории праздника. Главным символом Дня семьи, любви и верности всегда была ромашка. В преддверии праздника в Центральной библиотеке прошел особый мастер-класс. Участникам предстояло смастерить из бумаги подарок для своих близких. Всегда этот праздник ассоциируется с любовью, с ромашками, конечно, с улыбками, ну и с летом. А сейчас еще такая погода хорошая, да. Представьте, сегодня все возьмут эти ромашки, отнесут домой и завтра с хорошим настроением будут поздравлять близких. Одна из участниц мастер-класса Ольга Варламова бывает в библиотеке часто. Ей нравится мастерить различные поделки. Пожелания, написанные на лепестках будущего подарка, она выбирает внимательно, чтобы максимально точно передать все свои чувства родному человеку. Скорее всего, это будет моя сестра старшая. Ну, потому что сейчас в этот период мы с ней стали достаточно близки друг к другу. Свершений, пение птиц, понимание и тепла – это лишь немногие из поздравлений, написанных на лепестках ромашек. Создавая поделку, каждый из участников задумался, кого в этот праздник он хочет обрадовать. Я ее подарю бабушке, когда я к ней приеду в гости. Бабушке я как-то очень редко дарю какие-либо подарки. Наверное, брату, он у меня просто две недели назад уехал в лагерь спортивный, и он приедет, ну, как бы подарок будет. Я не знаю, я, конечно, хочу кому подарить, но хочу подарить всей семье. Ну, на четырех человек. Теперь символ праздника будет в каждом доме. В мастер-классе приняли участие около десяти человек. Они не только смогли сделать сюрприз для своих близких, но и больше узнали об истории праздника. В Подмосковье установилась довольно жаркая погода. Столбики термометров то и дело преодолевают отметку в 30 градусов. Многие люди жалуются на плохое самочувствие. О том, как пережить жару, мы решили поинтересоваться у заведующей амбулатории поселка Развилка. Врача-терапевта Айслу Рашитовны Каримовой. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, собственно, для начала хотела бы спросить вообще, скажите, пожалуйста, с какими жалобами вообще чаще всего к вам приходят пациенты в жаркую погоду? На что жалуются? Ну, в жаркую погоду, во-первых, плохо переносят люди и молодые, и пожилые. Большая часть жалоб относится к усталости, потливости, сердцебиению. У некоторых и рвота бывает, тошнота, повышенное давление. Жалоб достаточно много. А людям с какими заболеваниями нужно быть особенно бдительными, вот когда наступает вот такая жаркая погода? Ну, особенно бдительные должны быть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями хроническими. Это как гипертония, как стенокардия, люди, перенесшие инфаркт миокарда. Но, в принципе, вообще все пациенты, которые страдают хроническими заболеваниями, так как в жаркую погоду у нас в организме происходят определенные изменения. Что вы могли бы порекомендовать как людям, у которых есть какие-то хронические заболевания, как облегчить их состояние в жару, так и просто обычным людям, которым просто некомфортно? В такую погоду желательно носить головной убор, неважно, что панаму, кепочку, бандану, и чтобы желательно эти головные уборы были из натуральных тканей. Обязательно нужно питьевой режим соблюдать. В жаркую погоду не надо бежать и покупать сладкие, охлажденные напитки, потому что эти напитки, кроме калорий, утоление жажды не дают никогда. Значит, желательно принимать воду, обычную воду и не холодную. Если, допустим, на улице 30-32 градуса, до 3 литров жидкости люди, которые не страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, они могут себе это позволить пить. Не рекомендуется пить кофе, пиво, алкогольные напитки все. Они все отрицательно влияют вот в такую жаркую погоду на организм. Очень хорошо, кроме воды, именно теплый зеленый чай принимать. И во время жары лучше не принимать соленую пищу. Не принимать горячую жирную пищу, потому что когда организм перерабатывает жирную пищу, он очень много калорий тратит. И опять человек перегревается во время этого процесса. Ну, наверное, если человек занимается спортом, вот в этот период времени желательно, скажем так, заниматься, но менее интенсивнее. Снизить нагрузку. Снизить нагрузку нужно необходимо, да. Потом у нас это касается нашей одежды также. Человек не должен носить синтетические вещи темного цвета. Вообще одежда не должна быть темного цвета. Такая одежда, она в себе кумулирует тепло. И получается, человек перегревается. В связи с этим должен человек одеваться в натуральной ткани. Они должны быть свободные. Лен, хлопок. Лен, хлопок, да-да-да. Да-да, и желательно не носить никакие ремни, пояса, которые перетягивают. Чтобы все свободненько. Чтобы было все свободненько, да. Галстуки. Потому что это тоже нарушает, скажем так, кровообращение и движение человека. Спасибо вам большое. У нас, к сожалению, закончилось время. Спасибо, что уделили нам внимание, время. Ну, а я напоминаю, что в гостях у нас была заведующая амбулаторией поселка Развилка, врач-терапевт Айслу Рашитовна Каримова. 26-м участником проекта «Стихи живут повсюду» стала семья Трубициных-Алешинских. В День семьи, любви и верности чтецы постарались передать сквозь шутливое стихотворение всю важность близких людей в жизни каждого человека. Безопасность, уют и тепло – вот что дарят нам близкие люди. В первую очередь, это, конечно, наши родственники. Семья Трубициных-Алешинских живет в Видном уже много лет. Их можно назвать по-настоящему дружными. В День семьи, любви и верности они стали 26-ми участниками проекта «Стихи живут повсюду». Очень, 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 очень маленький мальчонка. Встретил очень, очень, очень бойкую девчонку. Когда они выросли и поженились, они нисколько не изменились. Очень, 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 очень симпатичный папа. И очень, 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 очень озорная мама. Шли годы, осень на смену весне, и у них появились... Морщины, сирины, белкина. И теперь они уже не юноша и девушка. А очень, 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 очень бабушка и дедушка. И рассказывают сказки в креслах, сидя рядом. Очень, 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 очень маленькие внучата. Клавдия Павловна и Виталий Николаевич счастливы в браке уже 42 года. Искра любви теплится между ними до сих пор. И это очень заметно по глазам женатой пары. Сегодня они те самые бабушка и дедушка, обладатели большой и веселой семьи. Их дочь Тамара вышла замуж за Сергея 19 лет назад и подарила родителям озорных и совсем разных внуков – Илью, Вику и Леру. Через шутливое стихотворение Сабгира все вместе они постарались передать главный посыл нынешнего праздника. Семья будет с тобой всю твою жизнь. В чем-то поддержит, переживет с тобой все радости и невзгоды. Мне очень хотелось, чтобы старшее поколение, среднее и младшее, все были вместе, все были объединены каким-то интересным делом. Но, собственно, в хорошей семье так оно и бывает. Семья – это и есть то дело, которое объединяет и сплачивает людей. Сегодняшний праздник – замечательный повод собраться с родными, проявить особенную заботу о близких. Ведь, правильно говорят, вся семья вместе, так душа на месте. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.